Больше 50% причин разводов — это ненаполненность. Люди думают, что я не могу с этим человеком жить, потому что я от него устала. Ты от него устала, потому что люди всегда устают друг от друга. Ты от него устала, потому что ты опустела, ты ненаполненная. У тебя нет сил его любить, с ним жить. Силы берутся от природы, от людей и от Бога. Но расходуют свои силы человек на близких и на работу, и на телевизор. Мы уже не любим друг друга. Уставшие люди не могут любить. Любят только наполненные люди. Я даже изучал эту тему зачатия детей. Многие люди зачинают детей в отпуске. Они поехали на природу, там побегали, попрыгали, если правильно отдыхают. Если они там выпивают, постоянно ром пьют, постоянно там на природе. И ползают под столами, рыгают, то они вряд ли там зачмутся до детей. Но если они там в волейбольчик играют, там на песочке, купаются, радуются, здоровое питание. И раз, зачатие произошло. Раньше не было, раз, получилось. Почему? Потому что природа помогла. Она дает возможность зачинать детей. Бесплодие женское – это отсутствие природы. У меня уже куча просто благодарностей от женщин, от мужчин за то, что зачатие происходит. Одна женщина, это постоянно так происходит? Одна женщина подходит ко мне, такая, с ребенком, с маленьким, с мужчиной рядом, подходит. Такая говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за ребенка. Мужчина рядом, муж стоит. Поддакивает. Так смешно. Я говорю, ты ему скажи спасибо. Она говорит, нет вам. Он мне не помог в этом. Мы уже 7 лет пытались зачать, ничего не получалось. Лекцию вашу послушал, и все получилось. Итак, если человек имеет плохое здоровье, ему не хватает энергии природы и движения там. Если человек нервный, раздражительный, у него нет концентрации внимания, он постоянно беспокоится, постоянно суетится. У него нет силы воли, у мужчины, допустим. Если человек выглядит некрасивым, если человек чувствует себя подавленным, замученным, несчастным. Это значит, что ему не хватает энергии природы. И даже когда человек находится в стрессе, в сильном стрессе, ему все равно нужна энергия природы. Без нее он из стресса не выйдет. Мужчину, что стимулирует на движение? А? Мужчину, что стимулирует на движение? Мужчину, что стимулирует на движение? Вот смотрите, допустим, женщину стимулирует на движение любовь. Любовь означает отношения, поэтому все должны перезнакомиться друг с другом. Вот вы где найдете таких людей, которые бы стремились работать над собой? Таких людей очень мало. Но вы вот такие люди, поэтому вы все должны познакомиться. Женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Если не женатые, то женщины с мужчинами тоже могут знакомиться. Ну то есть, понимаете, как бы познакомьтесь друг с другом все. И как вот, допустим, как стимулировать женщине себя на бег? Не надо ей себя стимулировать, она не заставит себя бегать. Потому что у нее нет такого принципа. Сила воли у женщины имеет коллективную природу. А не индивидуальную. Одна женщина звонит, другая говорит, «Ой, слушай, давай сегодня побегаем». Ну причем каждый у себя, не обязательно вместе. И другая говорит, «Ой, я что-то сегодня, наверное, не смогу». «Ну давай побегаем сегодня с утра». «Я так не смогу побегать, если ты не побегаешь». Так говорит, «Ну ладно, давай побегаем». И все, они с утра бегают вместе. Та потом думает, «Ой, неудобно, я же обещала». И та пишет, «Ты бегаешь или нет?» СМС-ку посылает. «Ну ладно, я уже все, бегаю». Еще не бегаю, но уже бегаю, пошла бегать. Но неудобно как-то, но я обещала. У женщины совесть очень сильно. Совестливое существо у женщин. Мужчина звонит другому. «Алло, привет, давай побегаем сегодня. Давай побегаем». И потом ни один не побегал. Звонит, «Ты побегал?» «Не, я не побегал». «И я не побегал». «Ну ладно». Мужчина-то не работает. Им по барабану обещал, не обещал. Ну подумаешь, обещал, не побегал. Ничего страшного. Второй вариант. Мужчина звонит, говорит, «Я сегодня бегал». Он говорит, «Молодец». «Я знаю, что я молодец». «Я каждый день бегаю, у меня здоровье отличное». «А у тебя геморрой вылазит уже». Он говорит, «Ну и что теперь вылазит? Ну что?» «Ну потому что ты не бегаешь». Он говорит, «Ну и что я не бегаю?» «Ну потому что ты слабак». «Да?» «А ты что, крутой?» «А я крутой, у меня ничего не вылазит, я здоровый». И раз, кладет трубку. Тот на следующий день думает, «А, пойду бегать. Я не могу так жить. Он сильный, я слабак, я тоже хочу быть сильным». Мужчина стимулирует мужчину тем, что он его, как бы, с ним соревнуется. Не обязательно это там обзывать, там еще что-то. Но все равно дух соревнования нужен у мужчин. Тогда они друг с другом соревнуются, они чувствуют бодрость, начинают двигаться. Общение всем помогает, просто оно разное. Женщина помогает женщине любовью, добротой. Мужчина мужчине вызовом. Просто надо использовать природу человека для того, чтобы помочь. Но когда человек один хочет работать над собой, он быстро затухает. Сам по себе один человек постоянно заморачивается делами и все, и он затухает. Вот это переключение на природу очень трудно сделать в одиночку. Нужны друзья для этого. Какие-то друзья. Теперь дальше двигаемся. Мы диагностируем нашу неудачу, наш неуспех. Я вам сказал в начале лекции, что больше половины процентов, 60% неудачи человека идет от ненаполности, от пустоты. То есть другие проценты – это отсутствие знания, допустим. Плохая судьба тоже от своей проценты забирает. Плохой период жизни не дает возможности человеку жениться. Или сохранить семью. Но, понимаете, в основном главная причина – это неправильный образ жизни, ненаполненность. Итак, первая энергия, которыми должна полниться – это энергия природы. Есть еще вторая энергия. Это энергия людей, добрых людей. Вот когда вы сидите на лекции, так любите всех, вокруг улыбаетесь, вы наполняетесь энергией людей. Что это за энергия, что она дает человеку? Она дает человеку такую силу, которая легко дает ему возможность выйти замуж, устроиться на работу, продвигаться на работе вверх. Правильно общаться с детьми, правильно общаться с родителями, иметь друзей. То есть, другими словами, любовь к людям, любовь к не природе, а к людям, дает человеку силу, силу влиять на людей. Когда человек уважает старших, он просто учится, как эту силу брать. Эту силу надо брать с помощью активной позиции в любви к людям. Активной позиции. Понимаете? Надо учиться любить людей. Допустим, идете по улице, улыбаетесь людям. Это активная позиция. Люди боятся улыбаться. Думают, сейчас улыбьешься, а не тому, он тебя еще нагрубит. Но есть люди, у которых сильная позиция. Они улыбаются людям на улицу, идут. И все им улыбаются. Они как бы улыбаются. Все счастливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.